итак приветствую вас всех мои дорогие друзья на моем канале мгновение мгновение моей жизни и сегодня одно из мгновений это будет такая вот бродилка говорил к так сказать назовем и это будут ответы на ваши вопросы ответы на ваши комментарии у меня на канале уже более 2000 подписчиков и очень многие люди комментируя задают вопросы и на некоторые из них я хочу вам ответить у меня сейчас обеденный перерыв я нахожусь на работе и вот так вот давайте пройдемся прогуляемся по комплексу апартментов которых я работаю и поговорим и так многие спрашивают расскажи о себе что рассказать родился я 1961 году сентябре месяце в городе бердичев житомирской области родители мои были верующие нас было шестеро детей у отца и мамы все слава богу выросли живы здоровье кроме одного брата один брат у нас погиб лихие 90 посмотрите как зайчики там гоняют у нас здесь по апартментам видите здесь их куча всегда сейчас молодняк пошел и они вот так отрезвятся здесь прогуливаясь по апартментам так само как я ну давайте продолжим родился в городе бердичев житомирской области потом родители переехали в симферополь село укромное под симферополем затем родители купили участок херсоне и построили там дом и практически мы жили в городе херсон до сих пор там херсоне остался родительский дом где проживает наша родная сестра дина учился херсоне в школе зато затем закончил училище это у на базе техникума и получил специальность обувщик модельер поработал три месяца перед армией обувщиком модельером на обувной фабрики керсоне потом был призван в армию 1979 году я ушел на службу призвался в город николаев танковую учебную часть 6 месяцев окончил танковую учебку получил звание сержант должность командир взвода командир экипажа механик водитель потом восьмидесятом году был переброшен в горячую точку на те года которая была кому интересно можете зайти на мой сайт одноклассники есть ссылочка под моим youtube каналом или же на фейсбук также есть ссылочка под моим каналом на ю тубе и посмотреть фотографии там более подробную информацию обо мне и так дальше до после армии я проживал в городе бердичев житомирская область там женился у нас четверо детей два сына две дочки и работал я в бердичеве сперва после армии шесть лет водителем дальнобойщиком в автобазе sol trans auto работал на автомобиле зил сперва первые полгода по месту так сказать а потом на камазе ездил практически по всей украине по россии и два раза даже выезжал ближние зарубежья это было чехословакия и венгрия потом я устроился работать на обувную фабрику надоело мне ездить потому что дети пошли и хотелось бы быть дома семьей и проработал я на обувной фабрике 12 лет было у меня три должности я был слесарь инструментальщик слесарь ремонтник потом на полставки сварщиком и на полставки электриком зарплата была стабильная хорошая зарабатывал на те года очень хорошо работа была отличная мне нравилось каждый год ездили отдыхать на море как-то так стабильно потом после развала советского союза все обрушилось экономика в украине упала и практически как вы знаете уже с истории началась полная задница так сказать пришлось искать работу пришлось заниматься чем начались поездки на заработки москва польша потом чехословакия германия было и в этих странах работал потом испортил себе здоровье получил язву желудка и приходилось оставаться дома лечиться но не важно последнее время перед уездом в америку работал в бердичеве последние три года иудейской религиозной организации был менеджером и мы там занимались в основном туристическим бизнесом встречали паломников иудеев и возили их по украине в европе также мы занимались реставрацией синагог еврейских кладбищ ну такое работа была очень классная это была самая лучшая работа которая мне нравилась за всю мою жизнь был приятный коллектив нормальная как говорится отношение зарплата устраивала принципе но потом началось как-то все стихать паломники стали меньше ездить и как говорится все угасало 2001 году мы эмигрировали в америку до этого уехала была моя сестра она была вышла замуж за человека саша его имя муж моей сестры и его родители эмигрировали в америку потом вызвали их они уехали но потом сестра начала нас вызывать потихоньку у меня было три приглашения 3 в америку два из них я игнорировал я мог бы давно уже уехать в америку со своей семьей но так получилось что первое приглашение я просто отклонил мы жили тогда на украине можно сказать нормально у меня была нормальная работа зарабатывал вот именно вот этой иудейской организации я не захотел никуда их потом второй раз тоже сестра прислала приглашение я его тоже отклонил потому что как раз тогда жена была заболела не получилось у нас поехать на собеседование ну а на третий раз уже в 2000 году мы подали все документы поехали в москву прошли собеседование медкомиссию и в 2001 году в июне месяце мы уехали в америку почему мы уехали так потому что хотелось лучшей жизни не было уже в украине тогда стабильности не было нормальной работы нормального дохода да и не видела я будущего детям где учиться чем заниматься после школы куда идти везде нужно было деньги деньги немало короче приехали мы в 2001 году в америку и начали здесь обосновываться меня многие спрашивают ну расскажи про америку расскажи как вы начинали жить что он здесь нравится там продукты жилье люди ну давайте так немножко вам расскажу по порядку как только мы приехали в америку мы приехали по статусу беженца нам бесплатно сразу же предложили обучение английского языка дали карточки у стемпы так называемые на продукты потом дали карточку денежная помощь ежемесячная послали нас бесплатно в колледж где мы каждый день проходили курсы обучение английского языка первое время мы жили у сестры в апартментах потом мы сняли свое жилье за которое нужно было платить естественно не дешевые мы жили апартментах там я уже показывал своих роликах про это и рассказывал а затем мы получили дешевую программу дешевое жилье какое впечатление у меня сразу сложилось об америке ну изначально я представлял себе до уезда что америка совсем другая но когда мы приехали мы увидели совсем не то что я представлял себе но люди доброжелательные нам относились очень хорошо нам давали возможность кто говорится увидеть эту америку другими глазами мы сразу же начали искать какие-то подработки я устроился работал я уже рассказывал об этом есть там мой вроде видеоролик начало жизни в америке и вот как-то так ну американцы всех доброжелательные стараются тебе помочь если ты попросишь даже их помощи и не знаю английского языка они всячески тебя объясняя показывая там как-то старались тебе во всем помочь выслушать тебя улыбались нормально по поводу медицины меня спрашивать ну что я вам хочу сказать медицина у нас сперва была бесплатная так как мы получали этот купон медицинский и практически нам сразу же после приезда в америку полностью все обследование сделали там полечили зубы назначали какие-то поймены к другим врачам там короче все это было бесплатно все мы это проходили все нам это делали и лечили и такой вот короче жизнь в америке вот так говорится начала налаживаться первые первый год я уже показывал рассказывал где работал потом мне надоел этот вэлфа надоели эти фустемпы потому что там каждый месяц нужно было ходить отчитываться каждый месяц нужно было показывать там свой доход то все туда-сюда и я устроился на работу и работу первые десять лет я работал на одном предприятии потом начался в америке короче кризис и я потерял эту работу так как компания развалилась и короче я начал искать работу ну в итоге я уже это рассказывал не буду повторяться кому интересно посмотрите мой предыдущий ролик там старый найдете жизни в америке первые мгновения моей жизни в америке есть такой ролик и все посмотрите и все будете знать ну на данный момент я сейчас работаю в комплексе апартментов maintenance technician такая моя должность называется кому интересно тоже посмотрите о моей работе там есть ролики ну что еще спрашивает о продуктах в америке как вам нравятся продукты да все нравится все нормально продукты всегда есть большое изобилие большой выбор продуктов покупаем все что хотим ни в чем себе не отказываем ну зарплатами зарплата вполне устраивает хватает на все работаем зарабатываем что-то отлаживаем помогаем украину своим родным близким родителям высылаем какие-то посылки высылаем деньги короче зарплата вполне устраивает дом очень много комментариев там про дом наш особенно тот видеоролик где я делал обзор нашего дома там его просмотрели уже больше ста тысяч человек и естественно очень много комментариев на все комментарии на все комментарии конечно ответить невозможно но отвечу на некоторые да дом деревянный видите в америке все дома деревянные все строится в америке с деревом особенно в штате вашингтон почему потому что здесь сейсмическая зона и кирпичных или каменных домов как-то многие пишут мне о за такие деньги да я такую виллу построил или там я имею такую виллу такой дом каменный забор но здесь не нужно во первых америке здесь вашингтоне у нас теплый штат и никому не нужны эти каменные стены метровые потом заборы эти там с колючей проволокой тоже не нужны здесь криминала нет если даже есть его сразу пресекают также здесь есть иншуринс страховка на все если что-то случилось твоим домом или не дай бог обокрали или еще что-то страховка тебе все покроет так что мы за это не паримся не переживаем вот как-то так потом там мне очень многие начали писать о 17 лет живете в доме а дом так захламили типа то все дело в том что я как раз снял этот видеоролик про дом когда наши дети выезжали они получили новую квартиру и переезжали в ту квартиру и очень многие вещи были попакованы коробки и еще не были забраны это раз второе некоторые вещи которые вы там называли хламом для нас это не хлам нам это так нравится нам это как то говорится приносит какие-то ностальгические воспоминания там старые магнитофоны там или же подсвечники или картины там какие-то или еще что-то это наш дом и так как мы посчитали нужным так мы его обставили там картины повесили или что-то еще сделали кому не нравится не смотрите для вас это хлам пускай будет хлам для нас это нужные нам вещи так что как то так ну что еще спрашивают люди о детях типа расскажи чего добились ваши дети в америке ну рассказываю старшая дочка у нас осталось жить в украине мы оставили трехкомнатную квартиру есть уже внучка есть уже правнучка так что как то так потом следующая дочка она окончила здесь школу потом она окончила здесь колледж после колледжа она поступила в университет закончила отлично так то можно сказать школу она закончила с золотой медали которую ей вручали даже с подписью тогда президента пуша и колледж она закончила отлично потом после колледжа научилась в университете тоже его закончила благополучно тоже с хорошими оценками и сейчас уже более десяти лет после окончания университета она работает гавермент департментов сиэтл это типа как горисполком или же белый дом города в мэрии города так сказать потом сын старший он тоже окончил школу после школы он пошел работать работал он механиком в шапе ремонтировал автомобили и потом он пошел на вторую работу работал на граните заработал деньги себе купил автомобиль одевался очень красиво всегда покупал все дорогие вещи сам зарабатывал для себя и сам как говорится обеспечивал себя потом он закончил школу водителей трак драйвер так сказать называемые здесь в америке специально водителей большегрузных автомобилей полностью за свои деньги сам насобирал на учебу закончил с отличием и ему исполнилось 18 лет и он начал работать водителем дальнобойщика сперва он устроился в компанию на компанейский трак и почти два года работал компании вставал на работу четыре утра пять утра ехал на работу приезжал домой четыре пять вечера заработал деньги и потом он купил свой трак свой кожи большегрузный автомобиль и начал работать уже сам на себя как волна оператор здесь называется эта должность и по сей день он так и работает водителем дальнобойщиком он поработал на том траке по моему четыре или пять лет но собирал денег заработал и купил новый полностью брэнк нюн с нуля как то говорится новый вольво трак и новый рефрижератор прицеп и вот до сих пор он так и работает водителем работаем очень нравится он всегда очень добросовестно относится к своей работе всегда все у него вовремя трак у него всегда в идеальном состоянии вовремя обслуживает ремонтирует всегда у него браке чистота и порядок он мастер своего дела профессионал младший сын окончил школу с отличием потом поступил в колледж очень плотной так сказать колледж платили деньги за колледж за учебу также он работал подрабатывал зарабатывал все на учебу на машину ездил каждый день колледж выучился закончил с отличием колледж работает сейчас дизайнером и менеджер по управлению бизнесом тоже очень обеспечены нормальных который говорится доход у него живут дети сейчас уже отдельно от нас потому что они женились . вышла замуж дочки с мужем свой дом свой бизнес у мужа ее сын старший тоже живут снимают квартиру хороших апартментах в отличном районе младший так сама живет в отличном районе хорошими говорится всеми параметрами данными вот как-то так про детей ну что вам еще рассказать ну по поводу моего канала спрашивает ну да я записываю видеоролики чисто для себя чисто для архива чисто для как-то говорится для вас чтобы посмотрели у меня нет цели там зарабатывать деньги на ютубе я не ставлю никакие там рекламы монтизации оно мне не нужно я чисто для себя это делаю чтобы это когда-то можно было потом посмотреть показать своим детям внукам не знаю может быть когда-то если соберется там у меня уже больше 100 тысяч подписчиков может быть я что-то там мамам монтизировать или еще что-то так оно мне сейчас не надо снимаю так показываю слава богу смотрят люди смотрят нравится смотрите не нравится не смотрите комментируйте вот как-то так ну спрашивают за возраст наш типа сколько вам лет мне уже 59 лет будет вот в сентябре жене 52 года будет 53 вот как-то так а вот сейчас мы как раз находимся на территории церкви это церковь куда ходит моя жена я тоже раньше ходил я сейчас не хожу церковь будете задавать мне вопросы почему я не хочу на них отвечать это мое личное мнение мое личное решение окей да я как я уже говорил я родился и вырос в семье верующих но ходил в церкву а сейчас не хожу верю ли я в бога да верю я в бога мы верим в бога но у каждого свои взгляды на религию на служение богу на церкви вот как-то так не будем вникать в эти подробности так сказать и не будем никого осуждать у каждого свой взгляд у каждого свои как говорится предпочтения и отношения к богу что вам еще ответить много конечно вопросов всех сейчас не вспомнишь а ну за пенсию спрашивают как здесь с пенсиями типа что вы думаете вот как вы выплачиваете дом моргидж там то сего ну за дом я уже говорил еще хочу сказать купили мы этот дом за 260 тысяч долларов сейчас этот дом стоит на маркете 575 тысяч платим мы моргидж в банк каждый месяц наш моргидж составляет почти 1700 долларов туда в этот билл включено полностью и иншуренс и property tax так называемая налог на недвижимость это все в одном билле потом за все коммунальные там расходы свет вода газ мусор security система там все такое за это платится отдельно в итоге в месяц получается летом приблизительно ровно 2000 долларов мы платим может чуть больше там 100 долларов больше 100 меньше зависимости от потребления энергии воды там газа получается билл полностью за дом зимой естественно отопление чуть больше там идет и получается билл приблизительно полностью все за дом где-то 2 200 2 300 долларов вот как то так вот такие вот цены что еще за дом сказать а ну выплатите вы дом когда ну мы сейчас платим чуть чуть больше положенной суммы так можно в америке для того чтобы погасить как можно скорее заем на дом и 2025 году мы полностью погасим дом выплату за дом и дом будет наш что мы будем потом платить мы потом будем платить property tax это не за налог на недвижимость insurance страховку так сказать на дом ну естественно все биллы это будет приблизительно составлять в месяц все вместе где-то тысячу сто тысячу двести долларов окей спрашивают если вы потеряете работу если вы там будете пенсионерами за что вы как будете платить во первых пенсионерам в америке очень большая скидка уже идет потом на оплату за дом и очень большая скидка идет уже на property tax там на insurance на все такое пенсию в америке мы уже заработали каждый год рабочему человеку с security компании приходит распечатка и билл и там показывается сколько ты уже заработал пенсии на данный момент на данный момент я уже 18 лет работаю у меня 18 лет стажа в америке и я уже заработал если я уйду на пенсию посмотрите какие красивые домики ведь везде цветет сейчас роды дендер этот цветок штата вашингтон кусты штата вашингтон видите вокруг домов это мы сейчас по улочке такой ходим которая здесь рядом возле наших апартаментов и короче я заработал уже пенсию я буду получать 2600 долларов пенсии в месяц это вполне достаточно для того чтобы жить в доме оплачивать все биллы коммунальные услуги и также путешествовать где-то отдыхать в америке люди которые выходят на пенсию практически ездят по всей америке отдыхают путешествуют и наслаждаются жизни естественно пенсионерам здесь идет уже страховка там за небольшую плату уже там будешь доплачивать только 30 процентов у тебя будет медицинская страховка если ты проработал там до пенсионного возраста в америке и заработал пенсию я будет страховка на медицинское обслуживание но не дай бог чтоб она понадобилась короче желаю всем добра здоровья не болеть берегите себя вот как то так ну в принципе вот так вот у меня обед уже заканчивается мы будем идти уже сейчас обратно в апартменты я с вами поговорил ответил на основные вопросы которые вы задаете короче спрашиваете буду отвечать по возможности говорить вам что и как вот как то так ну там еще меня спрашивает про как ты вообще youtube к этому дошел почему ты канал свой открыл в 2010 году по моему мне дочка там создала канал на ю тубе и я начал там пару своих роликов заливать а потом я начал смотреть youtube и мне очень нравилось смотреть водителей дальнобойщиков их ну жизнь как они ездят как они передвигаются по америке следить за америка и вот как то так вот посмотрите какие красивые цвета сзади меня здесь вот домик и вот цветет этот два куста рады донда видите какие красивые цвета просто обалдеть красный такой такой сиреневый до обалдеть просто ну и короче это самое я начал смотреть ютуберов потом одних вторых и мне эта тема понравилось я решил тоже а почему бы себе не снимать что-то ведь у меня же есть возможность там какие-то ролики выставлять делать свой канал как бы открыть и заливать туда ролики чисто для себя я уже говорил я начал это делать и многие люди начали смотреть подписываться и вот так как-то оно пошло поехало вот вот такая вот жизнь вот такие вот дела ну я сейчас уже и не вспомню там всех вопросов которые мне задают практически я на многие из них ответил уже вам на многие стараюсь под комментариями писать отвечать вот вот такое итак мы идем сейчас уже в апартменты обед у меня заканчивается и вот такие виды америки вот такие красота как вы видите домики все цветет одноэтажная америка вот так как что еще вспомнил вот мне понравилось как когда я устроился на первую работу в америке вот вот мы пробел там на этом в элфере а потом надоело все как я уже говорил я пошел на работу и я устроился на работу заполнил там аппликации все начал работать первую как то говорится неделю и потом из соц обеспечения вот этого в элфера пришла бумага придите пожалуйста принесите бумажку с работы где вы работаете куда вы устроились ну я взял начальство эту бумажку принес им они посмотрели о конградулейшн типа поздравляем вы нашли работу вы устроились на работу то все и выписывают не чек на полторы тысячи долларов на 1500 долларов 750 долларов они мне выписали написано на на тулс это значит на инструмент для твоей работы и 750 долларов они мне дали на одежу для работы короче я купил а я должен был на все эти денег купить себе инструмент для работы и купить себе одежу и принести им сдать этот квитанции чеки я это все купил сдал им они говорят о прекрасно классно молодец и выписывает мне еще тысячу долларов на резину для моей машины и на обслуживание сервис моей моего автомобиля чтоб я сделал чтоб я мог как говорится спокойно и надежно не переживая ездить на работу на своем автомобиле автомобильчик у меня тогда был старенький фордик какой-то там не помню вот как-то так 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 что америка помогает очень сильно помогает своим гражданам и даже если ты потерял работу то у меня было когда я потерял работу когда развалилась моя компания 2010 году 2009 я был на соцэмплойменте это так сказать безработица пособие по безработице я получал и мне платили каждый месяц среднюю мою зарплату ту которую я получал до этого среднюю зарплату мне платили каждый месяц сейчас вот в этот период сейчас вы знаете везде по всему миру вот этот карантин очень многие люди не работают моя дочка уже два месяца сидит работой с дому на компьютере офис принесли в дом и привезли с работы два компьютера два монитора там телефон установили все это за счет предприятия и она работает с дому моя жена тоже месяц с лишним просидела дома не работала потому что ее бизнес и ее работа как говорится остановилась закрылась вот как-то так за то что они сидели дома вот жена сидела дома им платили тоже пособие такое месячные 700 долларов в неделю потом трамп выдал тысячу двести долларов на каждого человека жителя америки вот как то так америка переживает за своих граждан америка заботиться о своих граждан ну еще меня спрашивали там а как здесь типа относится к к людям инвалидам к людям у которых ограничены какие-то возможности good morning how are you you to thank you я вам хочу сказать что люди которые здесь с ограниченными возможностями инвалиды они просто-напросто здесь живут как в раю за ними здесь есть люди которые за ними закреплены по уходу которые их как-то говорится досматривают помогают и во всем которые возят их куда им надо покупает им все что надо делают им уборку в доме стирку какую-то там короче люди здесь обеспечен им предоставлено жилье отдельные им предоставлены здесь есть такие комплексы где проживают эти пенсионеры где проживают эти люди с ограниченными возможностями и полностью за ними здесь ухаживают там в этих комплексах есть типа как бы поликлиника врачи медсестры люди которые ухаживают помогают им также самое кто живет своих там домах или в апартаментах тоже за ними ухаживают приезжают постоянно мы знаем многих таких людей и они здесь обеспечены и ни в чем не нуждаются не так как у нас там например инвалид я помню в украине живет где-то там его квартира на третьем или на пятом этаже и он колясочник его нужно снести нету никаких не лифтов нету никаких не перил не монорельсов эти где можно было съехать на коляске так самого магазин куда-то зайти еще куда-то извиняюсь собачки он галкают сторожа таки охраняют свою территорию видите так что здесь насчет этого полный порядок потом хочу еще сказать что везде в америке очень много парков на каждом комплексе где расположены дома где люди живут вот апартменты везде есть места отдых где можно отдохнуть где можно как говорится провести какой-то пикник пожарить там мясо сделать еще что-то короче вот как то так на этом я буду заканчивать свой как говорится рассказ мы с вами побродили поговорили я пришел на свое рабочее место вот это мои апартменты я уже показывал где работы это центральный офис вот как то так ну спасибо всем за то что были со мной за то что послушали меня у кого там возникли еще какие-то вопросы или я не ответил там на ваш интересующий вопрос задавайте пишите по возможности буду отвечать вот как то так я уже показывал до апартменты вот видите каждом апартменте есть такие плейсы где можно посидеть отдохнуть сделать какой-то парень день рождения отметить барбекю пожарить собраться с друзьями семьей ну на этом все всем пока пока до скорых встреч будьте здоровы берите себя